Привет, друзья! Александра Яковлева, чья настоящая фамилия Иванес, советская и российская актриса, знаменитая по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародей», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. Также актриса добилась успеха в области муниципального управления. Саша родилась в июле 1957. Местом рождения будущей актрисы был Калининград. Ее родители развелись рано, когда девочка была еще совсем маленькой. Поэтому воспитанием Саши занимались дедушка с бабушкой. Фамилию Иванес, которую она получила при рождении, Александра позднее заменила на Яковлеву по фамилии воспитывавшего ее деда. Эта фамилия стала творческим псевдонимом актрисы, под которым она была известна зрительской аудиторией. В детстве, как и многие девочки, развивалась творчески, ходила в музыкальную школу по классу скрипки, а также посещала танцевальную студию. После школы решила стать актрисой, поехала в Санкт-Петербург и поступила в Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Саша Иванес с детства была очень музыкальной, училась в музыкальной школе по классу скрипки, занималась хореографией, а также интересовалась театральным искусством. Последнее увлечение привело ее в школьный драмкружок. Здесь то и родилась мечта Саши стать актрисой. Бабушка поддержала решение внучки поступить в театральный вуз, и девушка отправилась в Северную столицу, в институт театра, музыки, кинематографии. На вступительных экзаменах отрывок из «Медного всадника» Саши не очень удался и, видя холодную реакцию приемной комиссии, девушка расплакалась. Такая непосредственная эмоциональность растрогала председателя ПК «Товстоногова» и Александра была зачислена в вуз на курс Владимирова. Но учеба у нее не задалась, некоторое время спустя ее очислили за опоздание, повлекшее за собой срывы репетиций. Удивительно, но образовавшаяся при этом свобода позволила Александре совершить свои первые шаги в кино. В течение 80-х годов Александра стала популярной киноактрисой, но после 1993 года с упадком российского кинематографа ушла из профессии. Александру пригласили на должность заместителя мэра родного Калининграда по вопросам культуры и туризма. Благодаря Яковлевой в городе появилось несколько ультрасовременных гостиниц, наладилась сфера развлечений, в том числе и актриса организовала. Кинофестиваль «Янтарная пантера». В конце 90-х годов Александра Евгеньевна даже баллотировалась на пост мэра. Проиграв выборы, женщина уехала в Санкт-Петербург и поступила в институт. Яковлева решила получить второе образование в Политехническом университете на факультете государственное и муниципальное управление. Актриса хотела открывать строительный бизнес, но Александре вновь поступило интересное предложение возглавить отдел по общественным связям аэропорта Шереметьево. Позднее Яковлева работала на аналогичной должности в питерском аэропорту Пулково, затем на посту заместителя начальника Октябрьской железной дороги и заместителя генерального директора общества «Российские железные дороги». Весной 2016 года Александра Яковлева решила вернуться в первую профессию. Артистка сыграла в спектакле «Оскар на сцене» Санкт-Петербургского малого театра комедии имени Анны Самохиной, а также поучаствовала в киносъемках. Личная жизнь. Красивая видная девушка первый раз вышла замуж, будучи студенткой. Руку и сердце ей предложил Валерий Кухарешин, воспылавший к ней особо страстной любовью. В этом браке родились Лиза и Кондрат. Но брак продлился недолго, около пяти лет. Актриса считает, что годы, проведенные в этом браке, были для нее самыми беззаботными. Бывший супруг Яковлевой впоследствии стал очень востребованным артистом Петербурга. Некоторое время Александра жила одна, забыв о личной жизни, воспитывая своих детей и стараясь им уделять больше времени между съемками. Народная молва прочила ей в женихи многих известных людей, включая и Бориса Невзорова, ее партнера по фильму «Парашютисты». Но актриса утверждала, что это были всего лишь необоснованные слухи. В годы учебы лгит Микки, Яковлева, была первой красавицей курса. Нежное лицо, светящиеся глаза, точеная фигурка. Все это привлекало внимание парней. Александра никогда не испытывала дефицита в кавалерах. Не устоял перед ее красотой и однокурсник. Валерий Кухарешин, который влюбился в Яковлеву с первого взгляда. Предложение пожениться последовало от Валерия незамедлительно. Они расписались еще на первом курсе, будучи совсем молодыми. В этом браке Яковлева родила двоих детей. Однако на седьмом году совместной жизни супруги развелись. Актриса до сих пор отказывается озвучивать причину, побудившую их к расставанию. По словам Александры, она ничуть не пожалела ни о своем желании выйти за Кухарешина замуж, ни о желании с ним развестись, ведь этот брак подарил ей двух прекрасных детей, сына и дочь. За все те годы, которые они не живут вместе, Кухарешин не сказал о жене ни одного плохого слова. Они расстались на дружеской ноте. Валерий всегда тесно общался с детьми и был важной частью их жизни. По мнению Кухарешина, их отношения в какой-то момент просто исчерпали себя. Никаких взаимных оскорблений, ссор и обид. Вторым мужем актрисы стал телеведущий Александр Невзоров. Однако этот брак существовал недолго. Яковлева вообще отрицает, что он имел место в ее жизни. Правда этому есть ряд неопровержимых доказательств. Со своим третьим мужем, эстонским парашютистом Калио Асмия актриса, познакомилась на съемочной площадке картины парашютисты. Они влюбились друг в друга и вскоре поженились. Когда в 90-е годы началась эпоха малокартинья и кино практически перестали снимать, Яковлева не стала дожидаться того момента, когда ее уволят и решила сменить профессию. Тогда Александра была на пике своей популярности и обратившись за помощью к мэру, своего родного города Калининграда, внезапно получила предложение занять должность заместителя по культуре. Разумеется, Яковлева согласилась. В то время ей нужно было поднимать детей и содержать семью. Ни о какой существенной помощи со стороны мужа речи не шло. Не удивительно, что вскоре они развелись. С Калио актриса также сохранила прекрасные отношения. У него уже давно другая семья, но они продолжают тесно общаться и поддерживать друг друга на расстоянии. Напомним, после развода с Яковлевой Калио вернулся в Эстонию. Тем временем Александра Евгеньевна стала активно продвигаться по карьерной лестнице. Она занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги, генерального директора дирекции скоростного сообщения, генерального директора Калининградской пригородной пассажирской компании. Впоследствии Яковлева была избрана председателем партии «Яблоко». В 2019 году Александра Евгеньевна шокировала общественность новостью о своей болезни. Яковлева призналась, что у нее диагностировали онкологию. По словам актрисы, врачи сразу заявили, что ей осталось жить полгода. Однако с тех пор прошло уже три года. Александре Евгеньевне повезло найти профессиональных онкологов, которые взялись за ее лечение. После седьмой химиотерапии болезнь отступила. Сейчас Яковлева наблюдается у врачей. При этом ей удалось вернуться к полноценной жизни. Это были самые страшные три года в ее жизни. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.